Я помню эту игру с шерифом на выезде. Дальние от штанги. Первый гол, наверное, мой залог, мне кажется. Получился достаточно ярким и такая командная работа хорошая была. И хорошо сыграли вот здесь Тара, Джефф пяткой. Прекрасный гол. Наверное, ребята, может быть, даже и не понимали, что это мой первый гол. Важный гол был, мне кажется, мы в ничью сыграли. Да, поэтому это больше, наверное, такое, что смогли забить гол на выезде. Дома, по-моему, их победили. Следующий. Ну, я уже помню, да, с ЦСКА. И без везения опять Джефф выкатил меня. Дома играли. Это первый мой, мне кажется, в чемпионатный гол за Локо. Хорошая игра была тогда, да. Мы, по-моему, ничью тоже сыграли. Короче, где я забиваю, там ничья точно будет. Вот. Ну, да. Хороший гол получился, да. И в целом, наверное, в таких ситуациях уже машинально у тебя происходят действия, потому что понимаешь, какой угол с вратарем, где вратарь находится, и ты уже там боковым зрением видишь и стараешься просто исполнить. И вот в данном, в данной ситуации получилось хорошо исполнить. Наверное, если вспомнить и мои голы, то да, в основном они были такие больше, наверное, на исполнение какие-то такие, да, аккуратно как-то. Следующий. О, ну, это Лига чемпионов, это Леша разобрался, и я вдаль не хорошо исполнил. Ну, тут уже 2-0 горели. Хотя я помню, там, первые минуты, мы пенальти не забили. Потом пропустили, и вот сейчас 2-1, и мы могли вернуться в игру, но вот не получилось у нас. Но это мой первый гол в Лиге чемпионов, мне кажется. Да, скорее всего, да, потому что это первая Лига чемпионов, первый год. И первый мой гол яркий, в дальний угол тоже, как вот я сказал на исполнение. И плюс еще Алеша голевую отдал. Молодец. Ну, там, я так понимаю, что есть подзащитника, и он, мне кажется, даже, да, не увидел или не ожидал, наверное. Хотя и Крикасилиас должен, наверное, такие моменты ловить. Вот в этом моменте хорошо, что он увидел, где я нахожусь, не стал что-то придумывать, там, изобретать. И я, в принципе, в хорошей позиции был. И вот, наверное, тут тоже мастерство и класс увидеть игрока в более выгодной позиции, чем ты, наверное. Да, ну, тут Лига чемпионов, опять же, с Баварии дома. Да, вратарь хороший. Ну, тут какой момент хорошим? У них высокая линия обороны, и вот то, что мы планировали тогда, я помню, игра за спину. Зе хорошо открывается, Игната дает, черпачка, он на скорости на своей. И Федя хорошо ввел двух защитников за собой, и я, получился, ворвался в эту зону. То есть такое скрещивание произошло. И это, наверное, такая классика футбола, когда один уводит, другой врывается в зону. Ну, здесь ситуация такая, не та ситуация, когда ты выходишь чисто один в один, и тогда ты уже начинаешь думать, там, что он будет делать. А тут ситуация игровая сама подсказала, как момент использовать, и получилось. Ростову дома, да, я помню. Курьезный гол достаточно получился, на самом деле. Потому что, какой плюс? Никто не ожидал, что мы быстро, Влад быстро, Игнат кинет аут. И я решусь бить с этой позиции. Смотрю, все ребята, все разговаривают еще, смотрят по сторонам, и воспользуются этой ситуацией. Ну и хорошо исполнил. Хороший год получился, да. Я помню его хорошо очень. Случайно не видел гол, который в финале чемпионата Европы Ван Бастон забил Досаева, нет? Ну, я, по-моему, понял, что за гол, да. Ну, мне кажется, там как-то угол поострее был, и с другой стороны. Нет, или с этой стороны. Подальше. Да, подальше как-то. Ну, что-то есть, да. Ну, такое, да. Больше вот поймали команду на том, что быстро кинули мяч, и я просто хорошо исполнил, там, Илюха Абаев не ожидал. Следующий, да. О, я тоже помню этот гол. Вот это, наверное, точно курьезный. Ну, тут выделю что? Исполнение, конечно же. Увидеть это одно, а вот еще вот я смотрю, что с места такой удар получился. То есть нужно было исполнить реально, и мне это удалось хорошо исполнить. Братарь потерял позицию, поэтому мяч хорошо залетел в дальний угол. Ну, прекрасный гол. Был один из, наверное, моих таких ярких голов. Ну, он чуть далеко опустил мяч просто, и я поэтому почувствовал, что можно с этого что-то забрать. Поэтому вот, наверное, этот момент и случился, что он опустил мяч далеко. Да, это вот один из немногих штрафных, который удавалось вот Ростову как раз забить. Ну, что тут говорить? Сложно что-то сказать. Просто исполнение, да, тренировки, исполнение штрафных. Сейчас тоже много времени уделяю этому, поэтому надеюсь, что должен еще порадовать болельщиков такими голами. Глушенков, да, и я. Ну, вот на установках тренер, наверное, выделяет нас в этом плане. Ну, это не так давно было, поэтому воспоминания остались хорошие. Ну, тут, да, 97-я минута уже прошла. Просто тут, насколько вот я помню, те свои ощущения, эмоции, что всегда с таких моментов нужно правильно расположиться и поймать подбор. Поэтому вот мне удалось, наверное, предугадать, куда защитник может выбить мяч и оказаться в этом моменте. Ну, и плюс хорошо лег мяч на ногу, так как надо, и сравнял счет один-один. Мы проиграли Краснодару на выезде, где всегда сложно играть. Видел калаш, где Фой Голдсен бы сделали, как будто это логотип? Да, логотип Бундеслиги. Да, да, прикольно, кстати. Да, сейчас в целом тенденция такая пошла какая-то. Вот смотришь не только наши матчи, а вообще там и европейские, и нашего чемпионата, где забиваются там после 80-х и после 90-х добавленных в минутах очень много голов. Поэтому в целом это неудивительно и только добавляет, наверное, зрелищности и красы к нашему футболу. Не страшно попасть в эту кучу молока, когда на тебя все же набрасываются, набрасываются? Сразу, да, такой флэшбэк с Торбинского, когда мы там что-то с лицом у него бедного задавили. Да нет, это наоборот прекрасное ощущение забивать гол на последних минутах. Тем более, если он что-то решает, поэтому все ребята радуются. Это замечательно. Ну это один из самых твоих красивых голов? Да, возможно, да, возможно. Но я надеюсь, что еще будут самые красивые. Но из последнего, наверное, да, такой классный был получился. С Тахимком, да, Антошке Митрюшкину спокойно разложил его, поэтому на паузе грамотно увидел, куда он падает. И уже осталось просто положить мяч в другой угол в целом. У нас много пенальти в этом сезоне было, и они такие были все в достаточно важных матчах. Что Ахман взять, потом, ну понятно, что это тот сезон, но все равно волнительно, конечно, волнение есть, присутствует. Это нормально, я считаю. Просто тут главное, ну, кто выбирает заранее угол, кто по вратарю смотрит. Но сейчас вратари, на самом деле, научились очень хорошо реагировать, поэтому, мне кажется, стало сложнее исполнять. Ну, этим и прекрасно, наверное, что нужно как-то уметь тоже подстраиваться под это и забивать, поэтому... Когда, конечно, когда забиваешь, такое облегчение, что ты смог справиться со своими эмоциями. В первую очередь, наверное, пенальти — это за психологию, поэтому, наверное, это вот больше про эту часть. Ну, хороший гол. Конечно, ситуация забавная, потому что гуртовал не мне. Но я уже в игре чувствовал, что он не мне дает, поэтому... Защитник попытался помешать, но я понимал, что я на противоходе ловлю его, и он не успевает развернуться. И тут хороший момент, что, наверное, Никита Медведев вратарь в этом случае не увидел самого удара, момент самого удара. И вот уже не успел как бы среагировать достаточно хорошо и отбить мяч. Поэтому, наверное, этот момент и сыграл ту роль, что Глуш не давал мне, и этот неожиданный момент оказался для защитника. И еще и вратарь не увидел мяч. Не боялся, что отменят? Все-таки был контакт с защитником? Честно, нет, потому что это было... Ну, то есть не было такого прям с моей стороны. Оттолкнуть его там и а-ля нарушить правила. Я просто понимал, что аккуратно подвинуть его и все. Вот эти обводящие удары, фишка и твоя, и Леша, наверное, тоже как бы отрабатывали? Да, наверное, больше и отрабатывали, и больше сам момент нравится удара исполнения. То есть он такой крученый получается идет. И для вратаря бывает сложно, нежели это прямой сильный удар. Конечно, если есть там сила достаточно большая, то там сложно, если он еще летит в девятку, не поймать. Но тут в основные такие моменты, как где ты бьешь с подзащитника, где у тебя нет момента для удара лодыжкой, поэтому тут больше вот, наверное, тот момент, что обводящий удар этот дает пользу. Как у тебя ощущения посмотрелся? Ага, вы часто все пересмотрели? Не, не часто, вот вообще, где-то иногда, если попадается, там могу вспомнить. А так, ну классные ощущения, там в каких-то моментах вспомнилось, там какой-то свой определенный этап, свое время. Поэтому ностальгия и хорошие эмоции, поэтому классные головы. Субтитры создавал DimaTorzok ... ... ... ... ... ...